доброе утро трудно себе представить более серый мрачный день тем не менее я сегодня еду в центр поэтому решила поснимать вдруг там будет что-то для вас интересное а будет ли что-то вообще видно в такую пасмарную погоду не знаю в основном цели встретиться со своими знакомыми парфманиачками пробежаться по местам где что-то может быть интересное ароматное и просто посмотреть на город центр куда я редко выбираюсь ну что ж едем из этого места которое указано на карте нам предстоит перебраться на другую сторону Далгово к центральному рынку не так далеко минут 15 снится в один будет такая пасмурная погода будет дождь и пещель и конечно не очень прогулочная погода городской канал решила проехать немножко дальше вспомнила в одном секунде которым рассказывали он на маре с 8 забегу есть еще время посмотреть что там интересного хотелось бы как-то более красивом виде показать вам город но когда серая погода все выглядит у нас примерно так корица тоже хорошо подошла бы наверное корицу тоже люблю если на вкусная заглянула в магазинчик и фараши новая серия ароматов ой какой вкусно у меня сейчас здесь на ленточке тропики абрикосы какие-то фрукты яркие прямо расцвечивает этот серый день так а мне нужно мария с 8 найти сейчас магазин благотворительные называется отра элпа наверно как второе дыхание переводится пойдем посмотрим минус 50 процентов минус 21 очень много книг довольно много было всего интересного но время меня поджимает я спешу навстречу вот он наш центральный железнодорожный вокзал все встречи состоялись и меня на очереди магазин зинтарс можно полюбоваться на красивые дома показываю что еще есть не выдерживаю город долго пройду сейчас через самый центр старой риге и еду домой сейчас здесь довольно пустынно летом здесь толпы приезжих сувенирные киоски а сейчас вот так вот тихо спокойно купила еще пару ароматов цинтарс таких маленьких упаковочках пускай будет на память приеду домой покажу расскажу и продолжу расслаблять свои парфюмерные запасы приезжайте сюда в ригу в теплое время года весной и летом когда солнышко весело сейчас здесь конечно уныло самая активные люди в центре реки это экскурсоводы нет только что попытались завербовать но я смогла отбиться потому что погода сегодня не очень располагает каким-то экскурсия вот музей моды надо нам туда еще как-то зайти там сейчас у нас экскурсия дама в кринолине экспозиция это должно быть интересно ну а я как всегда спешу на трава и и к себе потому что хочу поделиться впечатлениями от ароматов не совсем доехала я до дома пришло сообщение о том что мне один аромат доставлен в интернет-магазин вот я уже съездила забрала нанесла иду уже вдыхаю и понимаю что это очень хорошая копия гипнотик вазон диора хорошая бюджетная но собственно говоря так как у меня есть сам этот аромат она мне не нужна что же прибавится еще к расслаблению 1 бутылочки я сегодня как белка в колесе кручусь столько же объездила и все по поводу духов там где-то купить там где-то продать там где-то обменяться получить сумасшедший день ну вот я и дома действительно загонялась как белка в колесе и расскажу вам покажу расскажу тут у меня будет опять кое-что на на расслабление если кого-то что-то интересует оставляйте свои контактные данные как-то связывайтесь со мной будем обмениваться покупаться продаваться отливаться в общем займемся всем этим парфюмерным вкусным замечательным из тоже вкусного и замечательного и ароматного но не имеющего отношения к парфюмерии но тем не менее хочу вам показать так как я сегодня забирала заказ духи в интернет-магазине то там же я нашла такой потрясающую вещицу которая как вы видите является такой стеклянной колбочкой для хранения уже надрезанного лимона боже как он как он волшебно пахнет просто что может быть лучше вообще от настоящего эфирного масла плода живого вот такая прелесть совершенно маленькая прекрасная все время думала куда их эти лимоны как и хранить куда их прятать вот теперь они вот так вот могут у меня стоять только не надо покупать очень большой лимон все-таки емкость рассчитана на такой средний размер но совершенно замечательное стекло не пластик надышавшись вот этого прекрасного лимона это мне будет отправная точка теперь для того чтобы как-то рассказать о всех остальных ароматах что я еще получила получила вместе с лимоном такой аромат тезори де ориенте появился он у нас вдруг неожиданно всего в двух экземплярах еще там есть мира может быть надо было лучше брать миру 100 миллилитров итальянское по моему производство и где-то на сайте производителя там есть масса вариантов и цены очень недорогие собственно не и у нас очень недорогие почему заинтересовалась взяла там составе был миндаль и всякого такого вкусного орехового и я невнимательно почитала что он очень напоминает гипнотик поезон диоровский прямо очень и когда его получила и нанесла оказалось что да это такой некий бюджетный заменитель очень неплохой надо сказать очень качественные но что этот аромат что сам гипнотик мне не нравится я от него устала мне надоел он у него такой миндаль немножко пыльной душные пудровый какой-то миндали это не то что мне нравится мне нравятся сладкие миндали или уже вот в сочетании с как у валентины дона аква мой любимый аромат или уже тогда что-нибудь такое как тома форда вот лос черри когда он в начале там миндаль прямо цианистый такой как цианит прелесть прямо вот этот мне нравится поэтому что один идет на расслабление что второе если кому надо списывайтесь не могу больше его вдыхать это вот совершенно не мое теперь у меня еще два аромата оказались которые не мои а также я перебирала полочки эти диоровские что там еще есть и думаю что вот этот дольчевита который тоже многие нахваливают его долгое время хранила только из-за пузыречка красивой думала может он настоится и наконец-то мне запахнет там и той корицы которая заявлена и много чем вкусно но ничем таким он мне не пахнет для меня такой вот просто какой-то проходной вариант а многие его но настолько нахваливают вот я говорю у людей разное восприятие поэтому то что годится одному не годится совершенно другому жалко но тоже идет на расслабление мне главное я сейчас как начну так я все расслаблю вот такой вот забавный не так может быть давно и показывала что вы купила наф-наф такой интересная марка понравился потому что амбровый сладкий вкусный так собакам этом раскопки производит на диване а сейчас рухнет со всеми подушками вместе и он да он приятный он он действительно такой вот женственный мягкий обволакивающий теплый но таких у меня уже настолько много ну ну только разве что ради флакончика хоронить ну тоже как-то глупо не знаю в общем тоже идет на расслабление машинца привет иди сюда иди моя собака иди моя собака как всегда позорваемся собака копала-копала ты там что-то накопала интересное ты накопала что-то интересное ну как же я тебя люблю из меня там за то что сидят что-то толстенькая ты толстенькая худей а то хозяйке твоей достается так ладно машинцем пошли дальше дальше еще на расслабление в свое время купила два таких вот тоже заинтриговалась какая-то новая марка нишевая на официальном сайте стоит безумных денег у нас терпимо состав был описан красиво и интересно и флакончик такой достойный но для меня это аромат больше мужской он такой шипровый яркий кому-то непременно понравится ну может быть каким-то мужественным женщинам решительным я не такая я как раз люблю романтичные мягкие спокойные теплые ароматы в общем тоже на на расслабление даже коробочка есть не на все ароматы есть коробочки на последний я уже стараюсь не не выкидывать еще один этой же марки коробочки кстати бархатистый такие вот розовенькие и он там с розы он вкусный и в общем то что-то похожее у меня есть у меня розовых ароматов много и и в общем по моему там еще немножко розового перца есть в общем даже идет на расслабление да что-то я конечно в этом году как-то очень уж далее сегодня сегодняшние сегодняшние покупочки так а показывала ли я вам вот этот аромат еще тоже который мне тоже идет на расслабление секундочка марки роджер и галет такой сублин или что-то такое чем он интересен тем что если вы его потрясете то он будет весь в золотых блестках это красиво из этой серии у меня есть аромат с фигой и он мне очень нравится это фига такая которая у меня прямо долго на мне стоит держится и пахнет именно той самой фигой которая мне хочется зеленью немножечко а это был заявлен как будто бы мне кажется апельсиновый аромат они там есть но не такие слабенькие мандаринки и апельсинки разбавленные водичкой поэтому кому нравится слабо апельсиновый аромат вот тоже как бы предлагаю так где моя заветная тетрадочка как хорошо я теперь так вообще слежу что я вообще делаю и и где у меня правильные покупки а где неправильные но однозначно к правильным я все-таки отнесу эти два новых апельсинового такие аромата от дзинтерс которые я сегодня приобрела но так как магазинчик все уже закрыты предприятие неизвестно будет работать не будет будет что-то выпускать не будет а если и будет выпускать то возможно только косметику а не духи ну в общем это память о нашем дзинтерсе и я взяла еще два новеньких симпатии и анонс у симпатии к сожалению не было тестера вернее уже все выбрызгали поэтому брала вот чисто по названию по красоте этой упаковке анонс тоже красиво выглядит и он оказался гораздо для меня более приятным в симпатии очень мало что есть в составе там есть фруктовые ноты как было заявлено так оно и есть ландыш и пион и в результате когда он подветривается сначала он очень яркий резкий а потом он пахнет прекрасно яблочным шампунем вот кто любит мыть голову яблочным шампунем вы можете практически находиться в нем постоянно если будете пользоваться этим ароматом ну то есть вот скажем так на любителя вот второй анонс мне он понравился гораздо больше здесь у нас лимон белая фрезия лайм мимоза роза жаснин ландыш магнолий белый кедр амбра сандал магнолий лимон и лайм здесь подчеркнуты что они как бы наиболее ярко чувствуется но я бы не сказала что здесь есть такая кислота вот этих двух фруктов потому что ну вот у меня только что лимон был и его нюхала да я могу силу аромата сравнить вот этот он очень нежный нежный прекрасно свежий с какой-то очень легкой легкой горчиночкой такой непонятный вообще совершенно вроде там ничего не должно такого пахнуть но воспринимается очень хорошо очень женственно очень так оригинально вообще кто бы что не говорил очень много интересных разработок было оригинальных и таких запахов которых не найдешь нигде вот они хороши они мне нравятся прекрасно и отливантики отливантики пробнички тут мне дали в подарок один я покупала вот этот и это у нас такая линейка ланкомовская эксклюзивная красивые там очень флаконы в каких-то оплетках металлических и это у меня жасмин марципан и здесь у меня магнолия розаи роза розаи этот к сожалению для меня мускусит там мускус там все три ингредиента по моему было пион мускус и и может быть магнолия и тем не менее он он красив но но опять же как бы есть вот нотки которые для тебя родные и такие близкие а есть которые как чужие какие-то соседи незнакомые мешает мне этот мускус но могу оценить красоту аромата а вот второе он конечно просто волшебный он просто волшебный мне надо стоит вам зачитать тоже состав потому что как такового марципана то там и нету что интересно казалось бы да 2016 года аромат и первые ноты это жасмин самбак просто жасмин ноты сердце миндальное дерево бурбонская ваниль и сандал мускус и кашемировое дерево ноты базы то есть марципана нету но есть ваниль и есть много чего другого вкусного и он прекрасен он настолько женственный настолько волшебной настолько я даже не могу подобрать здесь очень вкусная ваниль вот в сочетании с жасмином и теперь я буду искать сочетание жасмина и ванили потому что это красиво он теплый он как будто бы восточный но не восточный потому что специи нет и невероятно женственный очень очень красивый аромат 10 миллилитров мне хватит на какое-то время ну потом если закончится я все еще буду его хотеть но буду искать пытаться где-то купить полноразмерный флакон хотя это будет сложно ну вот благодаря тому что у нас есть такая замечательная группа на фейсбуке парфюмерных маньячек наших рижских там можно приобрести какие-то вот отливанты и остатки во флаконах и можно делать какие-то совместные закупки то есть просто группа замечательная девочки просто прекрасно я еще только так с одного краешка только туда вот начала знакомиться это мой первый можно сказать контакт но на самом деле хорошо что такая возможность есть потому что конечно не у всех есть возможность покупать полноразмерные флаконы не у всех вообще есть возможность покупать некоторые ароматы которые у нас в риге предположим их нет а кто-то привозит где-то из-за границы или еще откуда-то так что думаю что впереди будут теперь какие-то веселые обмены на этом я думаю пора заканчивать наболтала наболтала ну вот делюсь всем чем есть всеми своими это сказать мыслями и желаниями и пожеланиями и если кто заинтересован тоже в покупках обменах в отливаниях пишите на мои контакты на мою почту оставляйте свои контактные какие-то данные и я думаю что будет нам всем так сказать и счастье и удовольствие для тех кто в этой теме всего хорошего пока пока до новых встреч и ну и кстати сегодня пятница поэтому хороших вам выходных отличных надеюсь хоть немножко хорошей погоды хорошего настроения и до новых встреч субтитры субтитры субтитры